Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбь, невином и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Недавно, общаясь с нашими психологами, коснулись такой темы психологического консультирования. Насколько православному психологу бывает тяжеловато, но потому что часто же бывает, что суть проблемы, она вообще наружу, что есть законы духовной жизни, есть заповеди. Если ты нарушаешь заповеди, ты, естественно, попадаешь в ситуацию несчастья, страдания, разрушения. И исправь грех, прекрати нарушать заповедь Божию. Но в технике консультирования там это категорически не приветствуется, потому что нельзя человеку прямо говорить о проблеме, человек сам должен до нее дойти. Психолог, он должен послушать, должен позадавать какие-то вопросы. Но когда вещь очевидна, и вот психологи, они кружат, кружат, кружат вокруг, плетут, а нужно-то просто. Ну и как комментарий к этой ситуации, есть такой ролик, называется «Гвоздь в голове». Ну там как бы двое между собой разговаривают, мужчина, женщина. И женщина-то рассказывает, да, говорит, что-то у меня вот голова болит, как-то все как будто какая-то заноза. И так с разных сторон описывает, мужчина сидит на нее, смотрит. Так у тебя же, говорит, гвоздь в голове, а у нее тут такой гвоздь торчит. Он же, говорит, тебе мешает. И тут она сразу вспыливает, говорит, нет, при чем тут гвоздь, это у меня вообще не в гвозди дело. И вот, говорит, ты только советы даешь. Он говорит, так надо же просто гвоздь выдернуть, тогда проблема решится. Ничего ты не понимаешь. Вместо того, чтобы просто послушать, ты даешь какие-то свои рекомендации. Говорит, все-все-все-все-все-все-все, я понял, я постараюсь тебя послушать. Он говорит, ну вот, спать неудобно, только на спине я сплю. Все свитера дырявые, не могу понять, в чем проблема-то. Такой, да, говорит, да, я понимаю, это, говорит, так ужасно. Она говорит, да, ты меня понимаешь, но, говорит, спасибо тебе, спасибо, ты мне очень помог. И вот так ведь часто в жизни бывает, когда нам гораздо приятнее, чтобы кто-то нам покивал головой, да-да-да, как ты страдаешь, как тебе плохо, какой ты несчастный. Но ведь надо просто вынуть гвоздь, занозу вытащить. И в этом смысле отец Дмитрий Смирнов, он не вилял, не ходил кругами. Он, если видел проблему, назовел ее своими именами. Так-дак-так, эдак-дак-эдак. Конечно, это неприятно, конечно, это... Но если человек хочет исцелиться, ну, нужно правильно поставить диагноз. Не пускать эти мыльные пузыри и вот эту пыль в глаза, а честно понять суть проблемы. И осознав, начать ее лечить. Для этого требуется мужество, честность. Для этого требуется решимость и доверие. Доверие Богу. Доверие врачу. Духовному врачу, которому пришел. И некоторая самоотверженность. Потому что всегда гораздо удобнее так вот елей налить, что ничего, все так живут. У всех гвозди в голове, ничего страшного. Ну, поспи на спине. Ну, как-то к этому можно приспособиться. Но духовная жизнь, она все-таки предполагает вынимать гвоздодерам, со скрипом. Но вытаскивать эти гвозди из своего сердца, из головы. Ну, потому что иначе невозможно жить, невозможно двигаться, развиваться. Расти духовно. Помогай нам всем, Господи. Господи сил, помилуй нас.